Ну что ж, ребята, всем привет! Сегодня очередное видео и будет посвящено нам замечательному латвийскому городу, имя которого Венспилс. А конкретно, вот этому шедевру обратите внимание, это редкий вид передвижения узкоколейка или как местные говорят Мазбанитис. Находится он в фотографическом музее в городе Венспилс, Латвия и сейчас, собственно говоря, этим займемся. Так, сюда нет. Можно взять два билета до Москвы? Да? Туда и обратно? Нет, только туда. Ну что ж, ребята, как вам запах угля? Это настоящая уголь, не бутафория. И это настоящая узкоколейка, которая была недавно восстановлена за 1 миллион 600 евро. И первый пассажир на ней был мэр этого города Венспилса Айвар Лейнберг. Я думаю, это уникальная вещь Латвии. Герб Латвии, кстати, мы сейчас видим на паровозике. И когда-то вот такими паровозиками была поясана вся сеть Латвии. А сейчас это ретро-вагончики. Ретро, вот такие замечательные девочки, которые показывают, как это работало раньше. И проследуем в один из вагонов. Есть вагоны типа кабриолет, есть вагоны закрытого типа. Здесь также можно перемещаться людям с ограниченными возможностями. Тут тоже есть такая штука. Обратите внимание, мы тронулись. Это настоящий ЖД вокзал. Ранее он был действующий, а сейчас он просто развлекает побольше, наверное, детей. Вот сейчас мы покидаем территорию железнодорожного вагола и отправляемся по городу Венспилса. Смотреть на его чудесную девственную природу. Нюхать запах вот этого замечательного дымка. Он реально пахнет углем. Мы слышим, как отбиваются колеса. Наслаждаемся видами старых усадеб Латвии, детственным лесом. После этого очень медленно проезжаем мимо вот всевозможных таких анимаций. Например, якорей, камней, всевозможных тематических парков, которых здесь большое множество. Вы идите медленно, успеваете все рассмотреть. Ну, например, вот детская площадка вам понравилась. Ну, в частности, вашему ребенку. Потом вы запомнили эту локацию и можете вернуться сюда. Общая протяженность маршрута 2 километра 600 метров. Его можно повторить и пешком, а можно вот так, как мы, наблюдая за красотами природы, двигаясь на поезде. Надо сказать, что это не единственный поезд в Балтии. Такие поезда есть, в частности, и в Латвии, и в других прибалтийских странах. Ну, этот больше ориентирован на, наверное, детские ощущения. То есть, детей постоянно заблазняют вот такими интересными лазилками, качельками. Все это сделано в этно-стиле, не в современном. Периодически он останавливается на вот таких вот огороженных территориях, где пассажиры могут сойти и попользоваться какой-либо из площадок или продолжить свой путь, наслаждаясь, ну, действительно, таким, не знаю, кантри, наверное, отдыхом. Вот. Дети, конечно же, без ума. Взрослым, я думаю, немножко будет скачновато. Хотя здесь я много видел парочек, например. И если погода, опять же, позволяет, то, мне кажется, это волшебный вид. Я не знаю, как вам объяснить настоящий запах угля, но если вы, например, горожанин и не топили никак за углем, то это особый фитиш. Особый фитиш. Также лицезреть, как он медленно движется. Можно успеть сделать тысячу фотографий селфи. В общем, ощущение, скажем так, того стоит. Еще раз повторюсь, дети без ума точно. Поезд движется очень медленно, порядка 5-7 километров в час. Насколько я понимаю, он не травмоопасен. Никаких несчастных случаев там произойти, ну, просто априори не может. А вот такие девочки в форме кондукторов тех лет, ну, их можно понять, они смущаются, как бы. Потому что на симпатичных девчонок нацепили не те платья, которые, к которым они, скажем, привыкли. А поезд петляет, все вокруг облагорожено, и помимо уникальной природы, помимо всевозможных детских площадок, которые вы можете видеть, еще можете видеть возможные постройки, например, акведуки, например, защитные сооружения из камня. Ну, то есть, все сделано добротно, сделано с умом, и, в принципе, глазу зацепиться не за что. Ты едешь и действительно наслаждаешься каждой минуткой пребывания своего на этой узкоколеечке. Вот это место вообще очень интересное. Настоящий деревянный мост, который сделан и шпал силами работников железной дороги. И выглядит он, скажем, очень прикольно. Это уже практически конец маршрута, и мы медленно подъезжаем к называемому месту аттракционов. Это кепка Ушакова, или шляпа Ушакова, точнее. В Риге это кепка. Ой, заврался, вообще заврался. Конечно же, не Ушакова, мэр Венспилса, господин Лэмберг, и это шапка Ушакова. А кепка Ушакова это в Риге. Кстати, можно сравнить первого и другого мэра и посмотреть, чем один отличается другого. Ну, это когда будете в Риге. Сейчас мы находимся в Венспилсе. Конечная остановочка. Смотрите, как разворачивается по их случаю. Ну, видите, этот круг. И сейчас он продолжит движение. Еще раз повторюсь, поезд оригинальный. Таких несколько поездов в Латвии. Но этот, наверное, в самом хорошем состоянии. За поездом видим вот эту большую горку. Так называемый шляпа Ушакова. Поезд разворачивается. Он проехал уже, да, так быстро. 20 километров 600 метров. И чем мы можем здесь заняться? И зимой, и летом на вот этой горке есть чем заняться детям до 12 лет. В принципе, отдыха рассчитан на них. А как правило, здесь взрослые являют детей сами в кафе. И дети здесь зажигают. Ну, конечно, не Диснейленд, но все-таки для Латвии довольно ощутимое место развлечения, скажем так. Как можно видеть здесь все цивильно. Есть туалеты для инвалидов. Прошу прощения, для людей с ограничениями. Вот. Все это в таком кантри-стиле. Можно зайти на железнодорожную станцию, посмотреть, как она раньше функционировала, как покупались билеты. Билет, кстати, покупается здесь же. Вот. И, собственно говоря, вот здесь место ожидания поезда. Можно его дождаться или пока он меняется, локомотив, и отправиться в обратный путь в том случае, если вы не остаетесь на шляпе Лэмберга. Чем интересна эта узкоколеечка, тем, что раньше в Латвии довоенной и послевоенной Латвии именно вот такие узкоколейки, ими было практически исполосовано все государство. То есть, что интересно, когда будете здесь на месте, здесь такой интересный эффект, что вы можете сравнить, с какой скоростью сейчас вы проезжаете 100 километров и с какой скоростью совершенно икнамно каких-то там 50 лет назад люди проезжали эти же самые 100 километров. То есть, если сейчас нам понадобится порядка одного часа, то раньше на это уходило фактически сутки. Еще, что интересно, это запах горелого угля. его очень не часто встретишь в Европе и в частности в Латвии. Поскольку паровоз едет на угле, то, соответственно, ощущение эффекта. То есть, у тебя и запах угля, и вся эта фанера потрескивает точно так же, как когда-то потрескал. То есть, ты чувствуешь каждое движение колеса. И здесь ты уже забываешь про то, что ты находишься у моря, про то, что ты дышишь воздухом с осен. Здесь ты дышишь запах настоящего угля. Твой зад чувствует каждое движение по узкой колеечке. ощущение эффекта присутствия сравнить даже, по-моему, не с чем. с чем-то, чем-то, не с чем-то. С чем-то, чем-то, а вещество подходит даже, что ты дышишь чем-то. С чем-то, 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 чем-то. Покажу, как выглядит один из старейших домов Латвии, чем он интересен, тем, что он построен без единого гвоздя. Сейчас мы зайдем внутрь. Во-первых, у него очень низкий вход. Это для того, чтобы сэкономить тепло. Во-вторых, если мы посмотрим, здесь нет ни единого окна. Он построен из балки. И по какому принципу он строился? Посередине комнаты стоял очаг. И, конечно же, здесь топилось по-черному. Угарный дым поднимался вверх. И уходил, соответственно, в коньковую щель, которая была на крыше. Посмотрите на количество распирающих балок. Такое количество распирающих балок. И нету балок перекрытий только потому, что гвозди железа было очень дорого. Его практически никто не мог себе позволить. И эта распирающая балка, она фактически компенсировала снеговую нагрузку, которая ложилась на дерево. Дальше, что мы можем видеть? Здесь есть сплошные щели. И такие же щели мы можем видеть в стенах. Соответственно, от угарного газа здесь задохнуться было практически невозможно. На полу мы выним глину. Глина выполняет функции гидроизоляции и сохранения тепла. Соответственно, на этих полочках раньше лежали шкуры. И спали люди поближе к источнику огня. А вот эти жерчи все могли использовать для хранения продуктов, инвентаря и прочей-прочей утвари, которая нужна была на охоте, на рыбалке и для возделывания земель. Поэтому дом был очень большой, но, в принципе, места для свободного пространства, как такового, было не очень много. Напомню, что это репродукция, которая была воссоздана в 1957 году. Но он, в принципе, повторяет домостроения, которые были на берегу ливских племен Латвии. Что интересно в этой части. Здесь мы можем видеть обработанную доску, которая укладана внахлёст. И эта позиция позволяла здесь не протекать этой крыши, даже когда сверху была большая снеговая нагрузка. И снег делал какую-то подтайку из-за того, что внутри все-таки температура была теплее, чем на улице. Так, а это уже классический ливский дом. Он был построен из дранки. И поскольку ливы были преимущественны рыбаками и жили ливы на берегу моря, нужна была вот такая конструкция дранки. Потому что она более плотно укладывалась. Хранилась такая крыша порядка 50 лет. И, соответственно, не продувался при больших ветрах. А на берегу заливов, морей, таких как Венсполслепая, это латвийская, балтийская часть, как правило, ветер – это самая большая проблема. Оттуда и пошло фактически дома из дранки. Вот он классический ливский дом. Это более поздние якоря. Более поздний якорь – он очень дорогая штука, потому что мы можем видеть, какое отливала здесь сталь и какое было железо. То есть форму фактически делали из глины, поэтому у нее такой интересный рисунок. Конечно же, его поела коррозия. И верхняя часть, как всегда, это дубовое окончание. Сейчас проследуем дальше. Здесь есть небольшая коллекция более современных якорей, поскольку музей под открытым небом имеет довольно большую коллекцию. И, соответственно, с 1957 года здесь собраны разные варианты и якорей. Надо сказать, что в Венсполсе существует целый парк якорей, где есть якоря с величиной небольшой частный дом. Ну и здесь под навесом собраны коллекции лодок, на которых осуществляли рыбный промысел, балтийские племена, ливские, латышские и так далее. Сейчас мы их посмотрим. Баркасики, суденушки разных лет, которые здесь были. Например, вот эта уже рыбацкая лодка, образца 1937 года, довоенная. Стоит более поздняя модель. Надо сказать, идет эволюция. Чем старше корабли, тем, конечно же, они более усовершенствованы и более подходят для человеческих условий. Вот этот вот баркас уже 1962 года. И, соответственно, вот этот аэро 1956 года. Очень интересно гулять среди таких транспортов. Мне нравится запах древесины, и мы находимся близко к морю. Такой бризик. Ну, реально чувствуешь себя таким же древним экспонатом, как эти, на которые смотришь. Да, интересно, как легко сейчас нам достается рыба, и как нашим предкам туговато приходилось добывать эту рыбу. Еще одна лодочка. Очень интересный экспонат. То есть, со старта уже видно сильное, сильное исполнение. Очень качественная работа. Сейчас посмотрим, какого года, суденышко. Ну, это уже реплика. Но даже эта реплика 1960 года. Смотрите, какое состояние интересное. Весельное парусное судно. Окаменелости кита. Непонятно, каким образом они нашлись здесь в Латвии. Но поскольку плавали, видимо, откуда-то притащили. Вообще, ощущение во всех этнографических музеях таково, как будто бы приехал к бабушкиной деревню. Вот очередная мастерская, которую стоит посетить. И выглядит так, как будто дедуля ушел в поле, а ты к нему приехал, и сейчас мы к нему зайдем. Ну что, просто кишит все экспонатами. Здесь надо просто, наверное, смотреть. Двухместная зимняя карета, двухместная летняя карета. Это кузня. Соответственно, гигантский маховичок, жернов, как он правильно назывался, для раздува угля. И все приблуды, которыми пользовались современные кузнецы. Небольшая коллекция ламп, сепараторов, кувшинов, всевозможных станков на ручной тяге, то есть сверху в виде маховики, колесо. И вручную токарный станок, который мог использоваться для вытачивания изделий по дереву. То, что было необходимо, горн кузнец выбивал, а все остальное точили здесь. Гигантская мастерская, куча интересных замков, все с таким налетом старины, пыли, интересная ковка листовая. Ну, прям оттенок старины. Мега интересно. Интересно, что у Ливов не было железа. Соответственно, сами понимаете, что в первой колодце имели вот такую вещь. Цепь не всегда была, льняная веревка и кувшин. Но, видимо, льняная веревка долго не сохраняется. Более старые уже постройки, это черепичные, это уже послевоенные годы. Но обязательно, что интересно, все дома промазывались вот такой интересной жидкостью. Вариантов у этой жидкости не так много. Ребят, когда я говорю, что моя терраса прослушает более 50 лет, сейчас я нахожусь в фотографическом музее, обратите внимание на эти строения. Эти строения 20-30-х годов прошлого века. И обратите внимание, как обрабатывалась древесина и в каком состоянии они до сих пор находятся. Ну что ж, гуляем, движемся дальше по музею. Находимся в близости от моря, но из-за того, что он находится в дюмной зоне, непродуваем он. Вот сейчас можем видеть, что ветер, колышутся деревья, но, тем не менее, здесь комфортно. Еще одно строение. Это строение 1870-го года. И здесь мы можем видеть уже беленые потолки, беленые стены. Отдельно спали мужчина, женщина, маленький ребенок. Уже белая печка. В каждом помещении можно видеть отдельную печку. Здесь уже у нас кухонка. Вот этот приборчик-сепаратор для извлечения из молока, творога и сметаны. Здесь у нас уже кухонная зона. Дом уже за счет того, что он побелен, выглядит очень интересно. То есть закопченные дома, они не такие привлекательные, а когда внутри дом белый, тоже технику используют современные дизайнеры сейчас, выглядит уже очень интересно. Мы можем видеть вручную деланные из цельного ствола лодки. Сам процесс, как, собственно говоря, это проходил. Ну и вот опять под навесом более современные лодочки, которые можно видеть уже такие морского типа лодки. Видите, чем отличается морского типа лодка от речной. Большим количеством распорок, потому что шторм нужно держать удары волны, удары стихии. В том, собственно говоря, и отличие. Очень интересный вариант якоря. Четырехлистный. Не моряк, не отвечу, чем отличается от двух. Но, видимо, различия, конечно же, есть. Это уже речная лодка. Да, желательно в музей приезжать в хорошую погоду. Июнь, июль, август. Наверное, самые рекомендованные, благоприятные для этого времена. На музей, если вы человек любознательный, если к вам будут благожелательные экскурсоводы, а здесь довольно милые и добрые бабульки, в принципе, может уйти до двух часов. Если вы менее любознательный, вам хватит и 40 минут, чтобы пробежать по всем этим тропинкам. Что мне понравилось здесь? То есть основная позиция языковая. В музее говорят на английском и на латышском. Но в природе местные бабульки не владеют английским языком. Родной язык латышский, безусловно, но все мило говорят на русском. Это показуха, когда на любом строении два языка, английский и латышский, но очень часто бывает в таких музеях, что русскоязычной публики здесь в разы больше, чем латышско-английско-вместе взятый. Но это надо понимать, это правительственная политика, и правительство у нас часто живет своей жизнью, а народ своей. Вот такой клев, где собрана утварь для рыбаков и, собственно говоря, буйки из стекла для сети, такие заготовочки для огня, то есть эта штука здесь горит огонь. Иногда это нужно для ловли рыбы и всевозможные приблуды и поплавки. Еще одна постройка. Чего не хватает, в принципе, во всех такого рода заведениях, я имею в виду Латвию, радиогида на любом языке, на любом европейском языке, и подсказка работникам музея, если им действительно интересно мнение. Вот так люди тоже жили. Это жилая комната. Это комната с продуктами амбар. Всегда по соседству, и охрана, и удобство. Разумеется, никаких окошков. И, разумеется, это... А, это реплика 59-го года, прошлого века. Интересный из соломы дом, обратите внимание. Соломенная крыша, соломенные стены. Ну, они больше в качестве декора. Дом, конечно же, у нас кирпичный, обмазанный глиняный. И в данном случае он выглядит, как мастерская для изготовления льняных изделий. И обращаем внимание, опять же, на глиняный пол. Глиняный пол в таких местах это гидроизоляция, потому что нет влаги, есть тепло, и, соответственно, держание тепла. Здесь очень интересный вариант, как глиняный пол переходит в глиняную печь и дымоход. Дымоход больше венитационного токолку, потому что печь открытая, чтобы человек не погиб из-за угарного газа. Жорнов. Ну, не новинка. Понятно, для того, чтобы быстренько сделать себе хлеб, должна быть не такая подручная установочка под рукой. Прикольная полянка, как оказалось, место для пикника. То есть, прямо на берегу вот такого пруда, в котором... О, плавает моя любимая орфа. Орфа прудовая. Чем интересно? Тем, что за ней можно наблюдать. Это единственная рыба, которая плавает в верхних слоях пруда и охотится за комарьем. А здесь орфа вместе с карасем. Поэтому это интересно. Пруд однозначно. Количество рыбы здесь будет только расти. Судя по размеру, это до 12 сантиметров. Это трехголдовалая орфа. И, соответственно, здесь место для пикника, где люди приносят свою еду, садятся. Это актуально для немцев и для больших семей. Ну, то есть, для экономных, нерасточительных домохозяйств. Опять идут по периметру лодки. И что еще очень интересно, видите вот эти домики? Это не экспонаты. Это место для кемпингов. Сейчас подтяну. То есть, вот здесь вы оставляете свой кемпинг. Если нету кемпера, можно просто снять домик или взять палатку на прокат. И, соответственно, музей, железная дорога, море и свежайший воздух, который можно есть хоть ложками, в подарок вам обеспечен. Это очень интересное место локации. Обязательно в ссылочке под описанием на него оставлю. Очередной амбарчик. Опять же, очень интересно. В Латвии популярны льняные изделия. То есть, лен делается вот таким образом. Это национальное все. Сейчас она больше забытая традиция, потому что молодежь, конечно же, уезжает из этого замечательного государства. И это уже действительно остается в прошлом. Как можем видеть, для англичан, что пришли колонизаторы наши и посмотрели, как жили здесь люди до их пришествия. Шучу, иронизирую, конечно. Бесит каждый раз, что нет таблички на русском языке. 50% населения, 45% родной русский в Латвии. И государство, как упорты бараны, не хочет это признавать. Поэтому в своих репортажах, когда у меня есть такая возможность, я каждый раз намекаю, что народ здесь мегапозитивный, мегадобрый. Но правительство, кстати, непонятно, кем оно выбирается, оно реагирует совершенно неадекватно. Ну и бог с ним. Наверное, в большинстве странах такая же позиция, что государство живет своей жизнью, а народ своей. Установочка пожарная для тушения пожаров. Видимо, идет какая-то свадьба. Вау! И, опять же, ливского рода мельница. Чем она определяется? Дранкой. Благодаря тому, что у моря всегда-всегда ветрено, без дранки. То, что плотное, то, что непродуваемое. К сожалению, ничего другого не придумали. Не раньше, а не сейчас. Сейчас тоже очень популярная тема. Заходим внутрь. Можем видеть все интересное для конской тяги. от мини-тачек до машин старинных для посадки. Уборки снега. Пожарная телега. Вот так выглядел настоящий амбар хорошего хозяина. То есть, вот здесь было либо картошка, либо зерно. Но, судя по всему, зерно. Почему зерно? Потому что доски в этом случае были шпунтованы для того, чтобы грызуны не пролазили. Здесь, разумеется, соленья, огурцы, помидоры. И такая интересная печка. Печка чем интересна? Тем, что она не только обогревала помещение, но и являлась коптилкой. То есть, сделала два полезных вещи. Согревала и изготавливала копченую продукцию, которая в Латвии мега популярна. Евросоюз, кстати, пытается бороться с местным населением и забирает у латвийцев эти деликатесы. Но пока все безуспешно, и здесь можно кушать и хорошую копченую рыбу, и хорошее копченое мясо. Двигаемся в мельницу, если там свадьбы нету, попытаемся попасть внутрь. Ну что ж, красавица ветряная мельница. Чем она интересна? Тем, что она была без парусов и балкончик, который мы можем видеть вдоль вот этой вот мельницы, это для того, чтобы ветер меняет направление там специальными колесиками, по этому балкончику можно было перегонять лопасти, то есть они вращающиеся, а не стационарные. Это больше голландский вариант, но он используется в Латвии так же. собственно говоря, сам агрегат для того, чтобы из зерна извлекать муку. Сейчас мы можем видеть, как белка перебегает дорогу. Привет, белка! Ты тоже здесь живешь? Как тебе? Оп-оп-оп! И побежала. Да, детям это точно интересно. Она просит каких-нибудь сладостей, но у нас, к сожалению, с собой ничего нет. Она обиделась и убежала. Это церковь, очень старинная, но что меня остановило мой взор, я наконец-то нашел табличку на русском языке. закрыто. Это единственная табличка на весь Венсполс, где написано на трех языках. Ну, ирония, наверное. Так, ну что ж, на такой смешной ноте мы и заканчиваем наше путешествие. И опять же, что интересно, мы выходим из этнографического музея и попадаем в музей железнодорожный. Поезд очень часто двигается, и мне бы так показалось, что интересный маршрут выглядел бы следующим образом. Если вы прошли бы по этнографическому деревне, потом вернулись, сели в паровозик и дальше уже отправились бы с детьми на горку. По-моему, называется Кепка Лэмберга. Лэмберг – это мэр города Венсполса. Аналог попытался повторить рижский мэр Нила Ушаков и назвал такую же горку Кепка Ушакова. Но его, к сожалению, за коррупционные сделки уволили. Он больше не мэр города Риги. И тот проект не такой интересный, скажем, получился. А этот реализован, и на него тоже есть смысл пойти. Единственная куча угля, пожалуй, на всю Латвию, где реально он используется по назначению, а именно в топку для паровоза. Лавка с сувенирами. Как без нее? Она тематическая, именно посвященная Венсполсу. Это большая редкость, потому что обычно сувениры они китайского производства. А здесь можно видеть за 3-5 евро сувениры, которые латвийского производства и именно посвящены тому городу, в котором мы сейчас находимся. Ну что ж, на этом наше путешествие по Венсполсу заканчивается. Но в Венсполс мы еще вернемся. Просто и так ролик получился слишком большой. Надеюсь, вы посмотрели этот ролик. Он смотивировал вас приехать сюда со своей второй половинкой, своей семьей и показать своим детям. Действительно, если вы приедете сюда с детьми, у вас на посещение этнографического музея может уйти порядка 40-1,5 часа на проезд по узкоколейке железной дороги у вас уйдет ориентировочно 40 минут. Также на развлечения, связанные с горкой, на кепке Лэмберга вполне уйдет один час. Итого на 3,5-4 часа у вас гарантирована экскурсия. Соответственно, не забывайте, что в Латвии практически нету некомфортной еды. Здесь можно в любом ресторане поесть вкусно. Средняя стоимость чека в Венсполсе на одного человека будет составлять от 3 до 5 евро. Это будет комфортный полноценный объект. Первое, второе, третье. Ну и почаще приезжайте в Латвию. Латвия – это мегапозитивная страна. Здесь вас действительно ждут, особенно если вы приехали сюда со своей семьей. Это был один маршрут, который я посетил в Венсполсе. Дальше познакомлю вас со следующими. На сегодня все. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok